Хорошо. Слушай, как проходит вообще твой карантин? Я вижу, что ты не в Киеве. Да, мой карантин проходит отлично. Я... Сейчас покажу тебе. Я в Таиланде, на самом деле, нахожусь. Вау, очень хорошо. Все хорошо, да. Поэтому у меня карантин... Я боюсь, что все люди будут, знаешь, вернуться после окончания этой штуки, будут делиться историями совместного страдания, а я смогу рассказать только о том, как, знаешь, я кокосы пил и напыдаешься горло. Ну, каждый страдает по своему, наверное. Ну, круто. Хорошо. Слушай, этот разговор будет, он в формате, как бы, документального интервью. Здесь нет никаких оценок, правильных и неправильных ответов. Это просто беседа. Фиксация каждого в моменте, я тоже отвечала на эти вопросы. Вот. Хорошо. Слушай, ты рассказал мне о том, как прошел твой карантин. Вообще, как ты... Расскажи мне немного, как ты очутился там? И есть ли что-то, чего тебе не хватает? Я так очутился, потому что я услышал, что будут закрываться границы. И я подумал, что, типа, последний раз когда-то случалось в нашей стране, так кончилось довольно плохо. Вот. У меня было очень яркое изображение, знаешь, закрытых границ. Я думаю, неужели это, знаешь, память советского? А потом я подумал, что нет. Я смотрел сериал Years and Years, там тоже закрывали границы, не буду господи в районах. Я как раз таким... Ну, короче, я, типа, да, я посчитал, что у меня есть возможность в Таиланде, и я консультировался с близкими у меня людьми, и все равно я, Миша, чего бы и нет. И вот теперь я здесь. Что, мне не хватает? Что? Да-да-да, а чего тебе не хватает, если не хватает? Ой, да мне все хватает на самом деле. Я вот, как бы, ну, знаешь, каких-то вещей, гречки, например, нет. Гречки нет, да, лимоны дорогие. Ну, а так все нормально, как-то. Ну, я не могу сказать, что чего-то прям как-то сильно-сильно не хватает. А что для тебя вообще значит Родина? У тебя есть какое-то отношение к Родине? Сори, да. Родина — это сложно. Я не знаю, что такое Родина. Родина — это что-то непонятное. Типа, Родина — это... Ну, понимаешь, она... Ну, типа, вот, допустим, есть страна Украины, да, это тоже Родина. Ну, как бы, есть Родина. Она как бы вот такая очень незавершенная. То есть это страна, которая, типа, активно делается. И, наверное, ее надо делать, но мне, естественно, не сильно хочется. То есть вообще не хочется. Много кому хочется, и я очень уважаю людей, которые хочется. Вот, а мне особо нет. Поэтому, вот, ну, как бы, это Родина, в которой я, как бы, родился, такая страна. Я думаю, еще можно говорить про какую-то большую культурную Родину. Да, я... Может, это, типа, какие-то трамольные вещи. Ну, да, но я думаю, что нужно говорить про культуру, да, про какую-то Родину, которая осталась позади. То есть в том плане, что, типа, я являюсь носителем... Ну, я думаю, большинство наших моих соседчиков, да, сограждан являются носителем культуры, которая исчезла во времени. То есть то, что породило эту культуру, да, такая вот большая советская культура, типа, с, не знаю, с пловом, элементом национальной кухни, национальной кухни, салатом оливье, стихами Пушкина, она канула в лето, ее больше нет. И, ну, я думаю, это нормально абсолютно. То есть когда, типа, какая-то Родина... Ну, если мы вообще думая о Родине, мы всегда апеллируем в прошлом. И я думаю, что Родина как... Моя Родина закончилась еще до моего рождения, но она очень долго была в моменте полураспада. И поэтому, наверное, как-то на культурном уровне я ее застал. Ну, и плюс я, это что, у меня корни в диаспоре, да, у меня дедушка и бабушка в Америке живут, и там тоже, знаешь, накладывает на расстоянии, да, типа, ты видишь какую-то большую общность между всеми этими постсоветскими народами, да. Ну, вот, да, я думаю, что как бы есть Родина, которая вот сейчас творится, которая в процессе становления, и есть Родина, которую уже не вернут, и, наверное, не надо возвращать. Стремно довольно было. Слушай, а откуда вообще Родин твоя семья? Расскажи, какая она? У меня еврейская семья. Получается, по маминой линии, они из Днепропетровска где-то, ну, вот, наверное, с момента где-то годов 30-х. А до этого, получается, мой прадед, мой прадед родился в Польше, вот, а прабабушка родилась в Донецкой области. Потом мы встретились в Днепропетровске. А по отцовской линии у него, получается, папа был военным, поэтому они колесили по большой стране. А его предки откуда-то с Беларуси, кажется. Ну, а вот от бабушкины, другой бабушкин предки тоже. Ну, где-то, в общем, с этих всех мест. Ну, разбросано, да. С какого образа ты тебя помнишь? Это хороший вопрос. Не знаю. Типа, я хочу сказать, наверное, лет с пяти. Может. Может, чуть раньше. Ну, то есть, типа, так, чтобы отчетливо, хорошо, наверное, лет с шести даже. С шести, шести, скорее. Или с пяти, с пяти. Наверное, с пяти. Какое у тебя самое приятное воспоминание с детства? Это сложно сказать. Самое приятное? Не знаю. Но я помню, я завязал шнурки. Как-то у меня были ботинки зимние с Винни-Пухом. Меня научила бабушка завязывать шнурки. И меня, значит, вознаграждение за это повели в Макдональдс. Тогда это была большая штука. И шнурки вроде бабушка учила завязывать неправильно, потому что потом мне объяснили, бабушка была женщиной. Странно-то не учить, да. И она завязывала шнурки редко. Но другие педагоги ко мне поработиться не могли, поэтому я завязываю шнурки до сих пор. Какое у тебя неприятное воспоминание с детства? Самое. Ну, мэн, короче. Ну, мне сложно, видишь, типа, выдумывать какие-то фальшивые вещи, поэтому я буду говорить, наверное, истинно, честно. Ну, типа, я помню, что когда-то мне было лета, уже пять, наверное, или шесть, я засыпал ночью и слышу просто, как, знаешь, как мама орет во сне. Я такой... Ну, то есть не то, что я... Знаешь, когда ты еще не заснул окончательно, засыпаешь, слышишь ты голоса. У меня часто-часто бывает. Чувствия меня садится. У меня было кажется, что мама кричит, это немножко успешно. Наверное, что с ней происходит не так. Ну, наверное, тебе пять лет, я не использую. Было не очень приятно, я вспоминаю. А так, ну, знаете, вы помните какие-то ребята... Вот, да, кстати, тоже какие-то ребята, что у меня кроссовки забрали. А, игра Цуцик, вот, вот. Кажется, в этом было самое... Со мной играли в Цуцик, и это было отвратительно. Было очень неприятно. Я не желаю никому что-то повторять. Что такое Цуцик? Цуцик — это щенок. Это игра, когда двое ребят, ну, или не ребят, они забирают у третьего какую-то вещь, и он должен ее поймать, как щенок, которому шарик кидают. Вот. Ну, и типа, она имеет все атрибуты игры формально, но на самом деле она только основывается на том, что когда-то им надоест надеяться тобой издеваться, я перестану делать. Ну, тут, наверное, со стороны выглядит очень забавно, когда какие-то, знаешь, маленькие дети издеваются, другие маленькие. А что ты чувствовал в этот момент на уровне ощущений? Я думаю, фрустрацию. Слушай, у тебя... То есть ты как-то не можешь... Да. Да-да? Что-что? Что ты... Не, ничего-ничего, не важно. Она говорит, ты не можешь выйти за рамки игры. Ты понимаешь, что ты огромная наебалова, да? То есть, типа, ты не можешь выиграть. Ты, в принципе, по определению не можешь. И способ выиграть, ты, говорит, Цуцик, это, типа, просто расслабиться и не дать тебе раздражать. Но ты пытаешься как-то найти, нащупать правила, а их просто нет. И вот, да, фрустрация от того, что ты понимаешь, как надо себя вести. И при этом полностью уже, знаешь, пойман в это чувство, в отвороте этой ярости, ты ничего с собой взять не можешь. Слушай, а существуют ли у тебя в семье какие-то ритуалы памяти особенные? В самом широком значении этого слова. Не знаю, мама на каждый год ставит свечки в гравщину смерти папушки. Вот. Ставит свечки. Да нет особо. Но, типа, у нас смерть была проговоренная, знаешь, ну, потому что какая-то религия, типа, пошла, забрали, ничего нет. Я думаю, что никаких ритуалов, особенно с памятью, у меня ничего, у нас еще не связано. То есть, ну, из праздников, из праздников памятников, День Победы, то, знаешь, серио, привет, с него плачь, все хорошие. Как ты думаешь, помнить это активное действие или душевное качество? Ну, я думаю, наоборот, конечно, душевное качество. Ну, потому что, я думаю, что помнить это важно, когда ты не можешь не помнить. То есть, если есть возможность забыть, то, наверное, забыть это и неплохо. Если есть какие-то события, которые, ну, то есть, на уровне, наверное, индивида реально помнить какие-то травматичные вещи не очень имеет смысла, да, скорее имеет смысл прервать из обвения. Вопрос в том, что существует категория вещей, которых нельзя забыть, потому что они слишком уж яркие. Тогда, конечно, воспоминания — это действие. И я думаю, что помнить, не знаю, какой-то культурный ритуал, какая-то особенность государственной политики, да, ну, конечно, это действие. Но для себя лично я бы сказал, что это качество. А как вы продлеваете память о человеке? Возможно, вы храните вещи или что-то другое? Нет. Ну, я думаю, что, опять же, в этой серии, слушай, чего-то, что-то, что-то нестираемое, да, что-то, что, типа, ну, ты пытаешься как-то забыть, а она не забывается, значит, она там есть. А если ты, знаешь, когда, типа, вот, допустим, если, грубо говоря, ну, окей, ладно, хорошо, допустим, если ты спрашиваешь себя, знаешь, торкают ли тебя вещества или нет, тебе стоит представить, что они тебе не торкают. И тогда, если ты не можешь себе представить, что это трезвый, наверное, ты не трезвый. А если можешь сделать вид, что все с тобой нормально, наверное, с тобой таки все окей. И я думаю, что с вами что-то похоже. Ты просто, если можешь забыть, ты забываешь, а если ты не можешь забыть, то у тебя остается. И я думаю, что как-то напоминать об этом, я лично, ну, просто может, потому что я мало сталкивался с утратой, но тут мало сталкивался с утратой, поэтому мне особо некого помнить, и не совсем налогово. Окей. Важно ли помнить плохое? Я имею в виду, например, исторические. Ты сказал уже свое мнение насчет того, что лучше, если оно забывается, пусть оно забывается. А что касается исторических событий, важно ли помнить? Ну, конечно. Конечно важно. Это формирует отношения к настоящему. Ну, потому что сейчас мы видим ручку, но, грубо говоря, условно, не знаю, где появляются телеканалы, телеканалы, арбузово, ну, крето. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 но, скорее всего, нет, то есть и цыганские погромы, они, конечно, маленькие, но это ничего не меняет того. Ну, то есть, типа, я думаю, что оно будет повторяться, покуда есть какая-то честная неравенство, покуда есть насилие в обществе, оно будет повторяться. Но вот у меня, кстати, эта мысль, которая, я, наверное, ну, мне просто, кажется, важно сказать, да, что я, например, не знаю, это большинство евреев, но... Я просто отчетливо понимаю, что, ну, когда я бы младше, да, знаешь, я думал, что вот трагедия Холокоса — это трагедия в том, что таких людей, как я, истребляли просто так. А сейчас я понимаю, что трагедия Холокоса скорее в том, что люди, находящиеся на тех социальных ступенях, что и я, да, они истребляли своих сограждан. Ну, то есть, не в том плане, что, типа, я и увестил трагедию для еврейского народа, но просто в том плане, что это не только национальное, сколько какой-то вопрос, типа, не знаю, верховый низок, да, или сильных групп, слабых групп, и в том плане, что насколько, значит, это мингвистически, да, типа, я истребированный сейчас друг на себе, то я думаю, что в данном случае ужас, ну, для меня, по крайней мере, на этом этапе жизни, скорее трагедии в том, что, и не столько в том, что это с кем, о том, с кем это было сделано, о том, что это делалось, что люди на такое готовы, люди на такое терпят и люди в этом участвуют, ну, в смысле, типа, немцы, которые были готовы убивать, да. Ну, так, я не знаю, это просто, значит, мне казалось важным сказать по поводу положения вещей. Конечно. Слушай, а ты думаешь, память может вообще предотвращать повторение ошибок? Ну, я боюсь, что нет, ну, не знаю, понимаешь, типа, ну, нет, блин, да нихуя не может, конечно, что это бред, не может, это лампочка, это цель, ну, типа, блин, сколько этих, короче, историй о том, как, нахрен, какие-то еврейские корабли, понимаешь, в время Второй мировой войны просто отсобачивали от берегов Америки или Британии, ну, их много, ну, типа, я эти истории слышу, понимаешь, и что мы сейчас делаем, мы эти же, например, вот с каким-то Бангладешцами Харабль недавно пытался пришвартоваться в Малайзии, ну, типа, в истории с Бангладешцами, да, или с какими-то Ракиме, ну, их тоже развернули, нахрен, не знаю, мне кажется, какие-то более прямые параллели найти просто сложно прорисовать. То, что происходит, не знаю, с кисом бешенцы в Европе, это тоже, я думаю, прекрасная иллюстрация того, что историческая память, типа, это хорошо, но как только мы начинаем понимать, что это может, не знаю, негативно отразиться на доходах людей, да, или каких-то их представлениях должно быть, оно все летит в форточку. Поэтому, я думаю, что, ну, может, каким-то образом, да, то есть то, что мы видим, что есть такая дискуссия об обществе, какой-то сопротивлении, может, говорить о том, что, ну, ребята, мы что-то проходили, да, давайте не наступать на те же грабли, что, может быть, в этом плане, конечно, какой-то прогресс идет, да, что как-то это медленно, да, эта идея о том, что память, она просачивается. Но просто я думаю, что, не знаю, сложно, я не уверен, то есть надо будет посмотреть, как оно будет, но я думаю, что в принципе, конечно, типа, если люди знают о том, что такое, какова динамика, да, геноцида и какова динамика просто преступления для человечества, то они смогут ее раньше распознать и как-то с ней бороться. Но это не значит о том, что такая динамика не будет появляться, я думаю, даже в обществе, где в Германии, например, да, это страна, где каждый немецкий школьник, он так или ино, он знает про Холокоста, я думаю, много больше, чем я, даже, чем я, он знает про Холокоста намного больше, чем я, вот, это не мешает им, типа, голосовать за АФД и ходить на какие-то марши, короче, ну, поэтому нет, я не думаю. А каким должен быть современный мемориал Холокоста, чтобы он повлиял на тебя и на твоих детей и вообще на будущее поколение? На меня лично, ну, не знаю, у меня детей нет, и меня-то радует, но я думаю, для того, чтобы, то есть, на просто, как бы, вот, долго, как бы, какой, вопрос, наверное, первый, что заставит меня столкнуться с мемориалом Холокоста? И, я не знаю, ну, то есть, представь, разве что, если мне будет представлен какой-то, не знаю, опыт, опыт, вот, я думаю, что что-то, что понимаешь, потому что, ну, у меня, блин, я, типа, у меня ощущения, я, вот, например, вот, когда я был в Камбодже, я был в Кампене, и я там, поехал на, значит, поляк, где, во время красных зверов совершались массовые убийства, вот, и там была, знаешь, гора Черепов, гора Черепов, которые там открывались с мятинами от мотыги, вот, потом поехал в школу, в красивую модернистскую школу, в Камбодже, в общем, красивой архетикой, вот, которая использовалась, конечно, в тюрьме, сытом. Ну, и у тебя, не знаю, мне кажется, от всего этого ощущения приблизительно одинаковые, ты просто чувствуешь себя очень-очень подавлено и разберённо отновременно. Я понимаю, что я бы не хотел, чтобы Музей Холокоста возбуждал у меня чувства, потому что я и так могу их предсказать, да, но я не считаю, что я являюсь целевой аудиторией для Музея Холокоста, честно, потому что, типа, ну, просто, столько, допустим, ну, потому что это неприятная процедура, да, которая, она нужна, но я вряд ли, добровольно пропить неприятную процедуру. Говоря о том, что я бы хотел видеть, допустим, для моих детей, для детей, ну, просто для нового поколения, да, я бы хотел видеть Музей, который, блин, реально рассказывает о том, почему нахрен люди позволяют вводить своих соседей. Вот я бы направил, понимаешь, на это, потому что рассказывать людям о том, как тяжело, значит, ну, понятно, что это комбинированный процесс, невозможно сказать историю Холокоста исключительно с точки зрения преступников, но я считаю, что история геноцида, ну, для меня, по крайней мере, она интересна именно как история преступников, потому что представить себе на месте жертву легко, ну, ничего, ну, сложно, конечно, да, но, в принципе, ничего морально тяжелого в том, что представить себя погребенным под горой земли, вырывающимся наружу, там, не знаю, скрывающимся по каким-то конспиративным квартирам под большим именем, боясь, значит, того, что тебя в любой момент могут предать, раскрыть. Это, ну, это легко, это позиция, то есть, для чего, как бы, для этого не надо меняться. То есть, ты понимаешь, что мир, ты претестуешь собой, да, просто мир вдруг превращается в этот мир кошмарный. Намного, блин, сложнее, мне кажется, и интереснее представлять себя в качестве человека, который этому и позволяет происходить, или это делает. Представить себе человека, который каким-то, не знаю, типа, коллаборантом, например, в Литве, да, каким-то голландцем, сдающим реестр евреев немецким властям, представить себя каким-то, ну, блин, мы можем продолжать дальше, зачем ему коллаборацию, но, то есть, я думаю, что такими людьми, потому что, скорее всего, если будет Холокост второй такой, то мы будем на позиции именно этих людей. И я думаю, что музей Холокоста должен объяснять людям, как работает динамика этого, то есть, и это больше, чем... Потому что, как я это помню, нарратив, это был нарратив всегда какого-то, значит, выживания венчества, какого-то борьбы, ну, как нам, например, как говорили, какой-то борьбы, значит, индивида и какого-то безличного зла. И каждый представляет себе индивиду, но это хер собачий, потому что это нонсенс. Но, в самом деле, скорее всего, мы все будем частью этого безличного зла. И я думаю, что музей Холокоста должен объяснять, каково это, понимаешь, что, как докатывается от того момента, когда он повинен, виноват в преступлениях против человечества, да, и как этого не допустить. Как ты вообще думаешь, что самое главное в жизни? Ну, я думаю, что для меня главное в жизни — это использовать те возможности, которые у меня есть. Ну, вопрос банальный. Ну, не знаю, что главное в жизни. Сложно, но жизнь разная. Для кого-то это одно, для кого-то другое. Каждому свое. Я не знаю, главное в жизни — это думать позитивно. А зачем ты живешь? Ну, потому что у меня альтернатива особо. У меня разве есть альтернатива? Ну, реально, типа, как я себя отпустили эти вопросы, эти вопросы даю, блин, часто. То есть? Ну, раз это уже происходит, да, я бы хотел как-то, чтобы какой-то выход от этого был. Ну, потому что наша жизнь, она построена на огромном количестве боли и страдания, которые мы не замечаем. И я думаю, что надо это оценить просто. Ну, это плохо случится, допустим. Но, типа, надо понимать, что оно все очень дорого, что все то, что у нас сейчас есть, оно очень дорого достается. И надо за этого делать какой-то максимум, живой факсус. Как бы ты хотел, чтобы тебя помнили после прожитой жизни? Мне все равно. Ну, я не думаю об этом. Типа, какая мне нахрен разница, я буду мертвым. Честно, вот-вот-вот. Наверное, может, с возрастом оно приходит, знаешь, когда ты часто думаешь о смерти и хочешь, чтобы тебя помнили. Но я не думаю еще о смерти своей, и поэтому мне все равно не будет плохо. А о чем ты мечтаешь? О чем я мечтаю? Ну, вот сейчас, например, я хочу взять мотоцикл, чтобы открыть границы. Я хочу взять мотоцикл и проехать, не знаю, в Индии. Ну, это такое. Наверное, не очень осуществило, потому что оно должно стоить. Но вот такие вещи. Я не знаю, у меня... Эй, о чем я мечтаю? О чем я мечтаю? Ну, в смысле, что значит? О чем мечтаю, типа... О чем я мечтаю? Как бы я говорил, меня все слушали. Я не знаю, думаю, много о чем в разных плоскостях мечтать. Что такое мечтать? Мечтать — это, по сути, мысли, как еще можно мечтать. Я мечтаю о том, чтобы, не знаю, эта бутылка воды, например, была в два раза больше. Ну, и также, не знаю, про мир во всем мире, типа, и про то, чтобы в Киеве наконец-то достроили четвертую ветку метро. Ну, обо всем. Класс! Спасибо большое за разговор. У меня по тебе...